К маю будут готовы почтовые марки и конверты с официальным логотипом столетия Чувашской автономии. Что касается самого праздника, жители республики увидят мюзикл Нарс Пи под открытым небом. Исторические костюмы из коллекции историка моды Александра Васильева. А еще в программе может появиться фестиваль нашего национального напитка. Оргкомитет представил основную концепцию юбилея республики. День республики Чувашия всегда отмечает масштабно. Однако столетний юбилей автономии должен превзойти предыдущие праздники. В программе традиционные любимые жителями фестиваль фейерверков, родники России, пилотажная группа Стрижи. Теперь о том, чего еще не видели. Праздничная неделя июня будет насыщенной. Начнем с классического искусства. Впервые мюзикл Нарс Пи соберет зрителей под открытым небом. В исторической части Чебоксар в сквере Константина Иванова. В Национальном музее откроется фестиваль костюма «Росыпь веков». Там представят уникальные работы чувашских вышивальщиц. Кроме того, часть своей коллекции привезет историк моды Александр Васильев. Я разговаривал с Сашей Васильевым, и он с огромным удовольствием привезет 100 платьев. Это история в искусстве кино и платья с 1900 года. Также в Чебоксары приедут участники театрального фестиваля «Золотая маска». Деловая программа праздника стартует 29 мая. В Ледовом дворце пройдет форум «Мой бизнес». Непосредственно на праздничные дни с 22 по 24 июня запланирован Чебоксарский культурный форум. Один из вариантов слогана этого года – «Бизнес и культура – будущее вместе». Что касается бизнеса в настоящем, предприятия региона планируют начать использовать свои продукции, официальный логотип праздника. Мы будем выпускать красивые торты с эмблемой к столетию Чувашской республики. Будем стараться удивить каждого жителя, каждого гостя. Логотип столетия появится на почтовых марках и конвертах. Кроме того, символику нужно использовать так, чтобы праздник чувствовался сразу при въезде в республику, отметил временно исполняющий обязанности главы Чуваша Олег Николаев. «Очевидно, что гости будут ехать, скорее всего, не только самолетами, поездами, но и автобусами, и автомобильным транспортом из разных регионов. Поэтому просьба всем главам администрации районов, особенно те, кто находится вдоль федеральных трасс, автомобильных трасс, учитывать ту концепцию оформления». Программа праздника еще не окончательная. В нее можно вносить предложения, отметили на оргкомитете. Этим приглашенные сразу воспользовались. Среди идей – провести фестиваль национального напитка. К примеру, в рамках фестиваля фермера. Столетия Чувашской автономии также будут праздновать в Москве. Там пройдет Акату и концерт мастеров искусств. Ольга Пырычкина, Павел Редков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова